Очередной обзор оперативного совещания в правительстве Республики Башкортостан, которое прошло в минувший понедельник. По формату, по размеру, по таймингу это совещание было абсолютно заурядным. Впрочем, по содержанию оно было достаточно интересным, было много разнообразных тем и было много о чем подумать, поразмышлять в процессе наблюдения за нашими министрами. И вообще, я вот в последнее время начинаю задумываться, что мы как-то разделились на какие-то части населения. Одни на полном серьезе вещают нам то, что они вещают на этих оперативках, а другие всматриваются, вслушиваются в это и пытаются понять, что же происходит вокруг нас и куда нас ведут эти ребята. Вел совещание традиционно ради хабиров и начал он это совещание с довольно зловещей шутки, с замечания Валентину Павлову, ректору БГМУ. Окинув взором своих собеседников в окошках зума Хабиров отметил, что Валентин Павлов как-то очень уж не скромно сидит в президиуме. Ну, действительно, каждый сидит там в своем кабинете или в каких-то, значит, там помещениях, в основном это, конечно, рабочий кабинет, а вот Валентин Павлов в этот раз воссел действительно в президиуме в каком-то огромном зале помпезном, и Хабирову это как-то не понравилось. И он прям вот так раздраженно прокомментировал, что во главе президиума сидеть не скромно, не скромно. Валентин Павлов смутился и практически на все совещание исчез с экранов. Далее Хабиров поздравил с днем рождения, который случился, как говорится, в отчетном периоде у Владимира Ивановича Спеля. Я от всего сердца присоединяюсь к этим поздравлениям и многократно уже говорил, что действительно складывается впечатление, что все приличные люди в этом мире родились в июне или в мае и родились под знаками близнецов. Завершая вступительное слово, Хабиров назначил ответственным за особую экономическую зону Алга, Вышимбая и Лшата Тажидинова. Это было, пожалуй, самая неприятная и самая мрачная часть вступительного слова Радия Фаритовича. Совершенно непонятно, почему Тажидинов должен курировать эту особую экономическую зону. Мы все помним его грандиозные провалы в области экономики. Я имею в виду и завод Карнашпан, и дважды провалившуюся программу развития за Урали. Огромное количество бюджетных денег было похоронено во втором случае, и до конца еще невыясненный ущерб и экономике, и экологии республики был нанесен вот этим проектом Тажидинова под названием Карнашпан в Уфе. Но, тем не менее, Ради Хабиров опять назначают этого чиновника управлять крупнейшим экономическим проектом в республике, и это не может не тревожить нас, как налогоплательщиков, потому что, ну, сколько раз можно уже наступать на одни и те же грабли. Впрочем, Тажидинов был очевидной звездой этой оперативки, и мы к нему еще вернемся. Традиционно доклады на оперативном совещании начались с доклада о ситуации в области пандемии COVID-19. Предваряя доклад Максима Васильевича Забелина, Хабиров сказал, что в предыдущую неделю правительство пожинало плоды своих недоработок, что вахтовики начали хаотично перемещаться по республике, заражать своих престарелых родственников, и Хабиров грозно заметил, что никаких оснований для дальнейших снятия ограничений на данный момент нет, и даже не обращайтесь, сказал он каким-то, видимо, эмпирическим своим собеседникам. Возможно, это директора бань или спортивных сооружений. Но, в общем, Хабиров дал однозначно понять, что никаких дальнейших послаблений в ближайшую неделю не случится. Взяв слово, Забелин огласил уже привычную статистику заболеваемости COVID-19 в Башкирии. На понедельник это 4017 заболевших, 1453 выздоровевших и все еще 18 погибших. Собственно, цифра 4000+, она символична в том смысле, что получается, что каждый тысячный житель республики Башкортостан уже заболел или переболел COVID-19, что, собственно, является таким знаковым порогом. Также Забелин сообщил, что он фиксирует заболеваемость 92 человека на 100 тысяч населения. Вот этот новый параметр количества заболевших на 100 тысяч он воспринял, почерпнул после приезда в Башкирию министра здравоохранения Российской Федерации. Видимо, господин Мурашко просветил Максима Васильевича, как нужно характеризовать заболеваемость в регионе. Забелин сообщил нам, что тысяча с небольшим человек находятся в стационарах, 41 человек из них тяжело переносит это заболевание. Вне больничных пневмоний за истекшие сутки было зафиксировано 36, а вот случаев у РВИ за сутки аж целых 200, что, собственно, странно и нетипично для летнего периода времени. Но мы уже отмечали вот эту вот странную подтасовку, значит, у РВИ под COVID-19 и наоборот. Максим Васильевич напомнил нам, что он заготовил 2470 коек под COVID-19 и занятость коек под это заболевание на данный момент составляет 48%. Забелин сообщил руководству о том, что все стимулирующие выплаты, связанные с COVID-19, как выплаты, которые поручил сделать Хабиров, так и выплаты, которые поступили по указанию Владимира Путина, в Башкирии осуществлены. Более того, Максим Васильевич прозорливо уже готовит списки за июнь. Но, честно говоря, вот эти заверения, они происходят не в первый раз. Соответственно, ну и доверия к этому на фоне массовых сообщений о невыплатах медикам, конечно, немного. Ну, посмотрим, какова будет реакция сейчас медицинского сообщества на это утверждение их министра. Возможно, что рано или поздно, конечно, Забелин справится с этой непосильной задачей, раздать людям деньги, которые и так поступили из федерального центра. Также Забелин высказал беспокойство тем, что в больницах и медицинских учреждениях начались некие перебои с поставкой лабораторных компонентов для тестов. А уровень тестирования на данный момент он задекларировал как 129 тестов на 100 тысяч населения. Еще из тревожного Забелин сообщил о том, что коэффициент распространения COVID-19 за неделю вырос с показателя 0,9 до 1,2. Это действительно очень серьезный резкий скачок практически на 30%. И Максим Васильевич отметил, что фиксируются недопустимые скопления людей в торговых центрах, в местах отдыха, даже на свадьбах. И завершая свой доклад, министр здравоохранения сообщил, что уже 100 доноров сдали плазму на антитела COVID-19 в рамках той программы, которую объявил Хабиров. Напомню, что Хабиров повелел выплачивать достаточно крупные денежные вознаграждения тем, кто пожелает сдать кровь на плазму, дабы переливать эту плазму заболевшим и тем самым лечить больных. Подытоживая доклад Забилина, Хабиров посетовал, что, дескать, мы, правительство, все делаем для людей, открыли всю экономику, выпустили всех на улицу, а люди отнеслись к своему здоровью беспечно. Гуляют в парках и только 10% из гуляющих по наблюдениям Хабирова носят маски. Ради Фаридович потребовал направить в парки патрули, которые будут, по его словам, разъяснять необходимость ношения масок. Возможно, даже Хабиров начнет снова раздавать бесплатные маски на улицах только ради того, чтобы заставить людей их одеть. В транспорте Хабиров фиксирует более или менее дисциплинированное ношение масок и перчаток. В общем, я отмечаю про себя попытку башкирских властей все-таки перевалить с больной головы на здоровую или наоборот. Здесь уже не важно, кто тут у нас болен, а кто здоров. Важно, на самом деле, отслеживать и понимать динамику вот этой пандемии. Судя по всему, на фоне стабильно высокой заболеваемости COVID-19 в республике, приближающихся праздниц 9 мая или не 9 мая, или теперь 24 июня. Ну, в общем, мы уже не понимаем, но очередной день победы на нас надвигается. А далее за ним сразу же через неделю случится вот это голосование по Конституции. Власти Башкортостана, как и многих регионов, попадают в безвыходную ситуацию. С одной стороны, они должны обеспечить Кремлю свободный доступ граждан к уровням голосования и хотя бы какую-то иллюзию безопасности в плане заражения COVID-19. А с другой стороны, они не могут не фиксировать вот этого достаточно высокого ежедневного уровня заболеваемости. Кстати говоря, еще у нас в Башкирии имеется поразительно медленная выздоравливаемость относительно других регионов. Башкирия плотно находится на 14 месте по количеству заболевших среди регионов Российской Федерации. Итого и гляди, перейдет на 13 место. В общем, конечно, сложная вилка, сложная ситуация, в которую попадают местные власти. Они не могут сейчас бить в колокол и сообщить о том, что это тревожно и опасно, потому что это будет расходиться с логикой Кремля. Мы все видели, как буквально накануне сломался мэр Москвы, который еще неделю назад говорил, что никакого послабления не будет, что ситуация плохая, опасная, тревожная. И вдруг по велению Кремля он отменяет все вот эти, значит, ограничительные меры, выпускает москвичей на улицу только ради того, чтобы имитировать безопасность вот на этих вот празднествах 24 июня и на двигающемся голосовании 1 июля. Вторым докладчиком, опять же, традиционно, была Ленар Хакимовна Иванова, которая докладывала о двух вопросах. О контроле над этими группами риска, за которыми она уже третий месяц надзирает, и о ситуации на рынке труда. Наизусть Ленар Хакимовна протараторила привычные нам цифры в 263 бригады ее сотрудников и 126 бригад волонтеров, что в общей сложности составляет почти полторы тысячи человек. А также Ленар Хакимовна клятвенно заверила, что все стимулирующие выплаты работникам социальных предприятий абсолютно полностью выплачены, что никаких проблем с средствами индивидуальной защиты и питанием в ее подведомственных организациях нет, и что там все прямо супер-супер как благополучно. Однако более интересной, на самом деле, была вторая часть доклада Ивановой, который касался вопроса занятости и вопроса безработицы в республике Башкортостан. Начала Ленар Хакимовна с того, что на рынке труда все под контролем. Вообще, вот это, конечно, глубоко философская категория. Если задуматься, то что, собственно, может контролировать Иванова? Она может только считать. Но далее Ленар Хакимовна выдала абсолютно гениальную фразу, которую, конечно же, надо цитировать дословно, и в которой заключено вот это все бестолковое лукавство, в чем, собственно, и заключается работа вот этих непонятных министерств труда и занятости и вот этого социального счастья населения. Цитирую. «У нас не выросла безработица в 3,9 раза. Увеличилось число безработных, зарегистрированных в службах занятости, в 3,9 раза. Тревожности не скажу, но видна прозрачность». Конец цитаты. Ну, если особенно не рассуждать про построение этой фразы и косноязычность, и вот как бы неумение выразить свою мысль, если даже это отбросить в сторону, то налицо абсолютное отрицание очевидного. У нас не выросла безработица в 3,9 раза, у нас просто выросла безработица в 3,9 раза. «Число зарегистрированных безработных, вот здесь прошу обратить внимание, когда говорят, безработица выросла в 3,9 раза у нас. Она не выросла в 3,9 раза. У нас увеличилось число зарегистрированных безработных в 3,9 раза. Я это постоянно подчеркиваю, то есть такой вот тревожности не скажу, но зато мы больше видим, так скажем, прозрачности на рынке труда». Вот это чрезвычайное, какое-то чудовищное желание, даже очень тревожные и плохие новости превратить в приятные и пасторальные, вот иной раз выливаются в подобные казусы. Но вы вдумайтесь, и это нам говорит министр, очень ресурсного теперь министерства. В руках Ленары Хакимовны находятся огромные деньги, которые она распределяет почти полностью по собственному усмотрению. И вот эти вот армии волонтеров, носящиеся по городу, или не носящиеся, кстати, кто их контролирует? Кто считал эти бригады? Кто считал эти тысячи, полторы тысячи человек? Да никто. Так вот, Ленара Хакимовна выдает вот такие вещи. Ну вдумайтесь, вот эти люди, как говорится, нам запрещают ковыряться в носу и пытаются нами управлять. Но вернемся к печальным цифрам, потому что, собственно, безработица и проблемы с занятостью, это чрезвычайно печальная и опасная история. Соответственно, тут, как говорится, не до смеха. На данный момент в Республике Башкортостан зафиксировано 71 500 безработных, которые зарегистрированы в службе занятости. На 1 марта 2020 года их было всего лишь 14 тысяч. За период вот этой пандемии, ограничений и начало экономического кризиса в Российской Федерации в Башкирии добавилось 57 тысяч безработных. И, напоминаю, это только официально зарегистрированные, те, кто пошел и встал на учет. Соответственно, традиционно у нас эту цифру можно умножать на 2, потому что примерно каждый второй безработный не идет регистрироваться в службу занятости. Кроме всего прочего, 127 тысяч человек либо находятся на простое, формально не являясь безработными и получая мизерную часть своей привычной зарплаты, либо работают на удаленке, что до сих пор пока не ясно, что такое в плане увеличения, снижения их доходов и ухудшения их ситуации с точки зрения получаемых денег. Кратко подытожу доклад Ивановой, пометуя о том, что она нам говорила пару месяцев назад, о тех задорных и беспечных заявлениях Ленар Хакимовны о том, что нам ничего не грозит, что все прекрасно, 1% безработных и у нас все здорово-здорово. Вот сейчас мы видим такую ужасающую картину, которая, собственно, еще не закончила разворачиваться. Это действительно только начало периода потери работы для граждан Республики Башкортостан. Я резюмирую так, что госпожа Иванова, как минимум, не в состоянии правильно прогнозировать ситуацию, а как максимум вообще не понимает, что происходит в ее сфере и пытается вот этими странными формулами путать свое руководство. Комментируя доклад Ивановой, Хабиров никак не затронул вопрос безработицы, а всего лишь повелел подумать о том, что, возможно, стоит возобновить обходы квартир граждан старше 65 лет с целью контроля того, насколько тщательно или небрежно они соблюдают вот эту самоизоляцию. Жаль, что Радий Фаритович никак не прокомментировал историю с безработицей, никак не ответил на этот вызов, который бросает экономика правительству Республики Башкортостан. Видимо, нам остается только наблюдать, как эта ситуация будет разворачиваться. Третьим вопросом оперативного совещания был вопрос о ситуации в ЖКХ на транспорте и чрезвычайных ситуациях. Традиционно было три садокладчика, и первым был Борис Владимирович Беляев, который привычным образом сообщил, что отрасль работает стабильно и по графику, аварийных отключений у него нет, подъезды и дворы обрабатываются санитарной обработкой. Собираемость платежей в области вывоза ТКО у Бориса Владимировича на данный момент 75%. К вопросу об аварийных отключениях я бы добавил Борису Владимировичу тезис о том, что у него не просто аварийных отключений нет, у него есть аварийные подключения. На этой неделе стало известно, что некоторые жители Уфы в мае получили счета за отопление, потому что Борис Владимирович не умеет закручивать правильно задвижки, оставил их приоткрытыми и теперь считает, что жители должны оплатить ему отопление в жаркий майский месяц. Большего нахальства со стороны господина Беляева, наверное, ожидать не приходилось, но он способен и на такое. Хабиров подытожил краткий доклад Беляева тем, что он объявил о том, что разрешает начать реализацию программы нашей подъезды. Честно говоря, этой формулировки я не припомню ранее, может быть, это какая-то новая интерпретация, но речь, собственно, идет о ежегодном ремонте подъездов. И Хабиров строго напомнил Беляеву, что в прошлом году он потратил много нервов на эту программу и потребовал показать в этом году от Беляева, что подъезды будут сделаны нормально. На самом деле шансов, конечно, у Беляева на это немного, потому что сама по себе, по сути, по природе своей эта программа заточена, конечно, на отмывку и похищение огромных сумм бюджетных денег. В прошлом году жители в целом и в среднем остались, конечно, недовольны тем, как ремонтировались их подъезды. Ремонтировались они самыми дешевыми и самыми непригодными материалами, а сметная стоимость этого проекта, напомню, колоссальная. Ну и учитывая методику подбора подрядчиков, я говорю о том, что, например, на ремонт дворов была нанята вот эта загадочная красногорская фирма, которая очень ловко умеет поставлять без конкурса новогодние елки. И, понимая это, мы, наверное, не можем всерьез надеяться на то, что все эти проекты принесут серьезную пользу жителям, но я, например, высказываю абсолютную уверенность в том, что эти проекты существенным образом пополнят карманы определенных чиновников. Вторым садокладчиком в этом докладе был традиционный господин Морзаев. Алан Викторович сообщил нам о неуклонном снижении количества ДТП, пострадавших в ДТП и погибших в ДТП на территории Республики Башкортостан. На данный момент, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, погибло на 15 человек меньше, что, собственно, недостаточно для достижения в конечном итоге результата не более 400 погибших по территории Республики. И тут, как говорится, есть еще над чем работать. Алан Викторович поведал нам о том, что уровень пассажирских перевозок в Башавтотрансе достиг 80% от докризисного периода и 62% в области межмуниципальных перевозок. Алан Викторович ни словом не обмолвился о ситуации с ремонтом дорог и ямочном ремонте на территории Республики Башкортостан. Собственно, до вот этого достаточно тревожного дня Х 15 июня остается всего неделя. И мы с замиранием сердца ожидаем вот этого большого доклада о завершении ремонта, ямочного ремонта по Республике, чтобы оценить, насколько действительно это удалось Алану Викторовичу. А самое главное, ответить на вопрос. Когда он обещал отремонтировать все оцифрованные ямы, мы так и не поняли, это все вообще ямы или все, которые удалось оцифровать. Третьим садокладчиком был Гумеров Фарид Рифович, который сообщил нам о ситуации с чрезвычайными происшествиями за истекшую неделю. 304 пожара, в которых погибли 3 человека, 2 незначительных лесных пожара, 17 падений с высоты, четверо утонули в водоемах, в Зеинчуринском районе объявлена чрезвычайная ситуация в связи с размножением непарного шелкопряда. Из необычного тут можно отметить то, что действительно несколько аномально возросло количество выпавших из окон. Это связывается с жарким периодом года. Фарид Рифович попросил родителей более внимательно следить за своими детьми, чтобы они не выпадали из окон и не гибли. А также отмечаю последствия града 31 мая. Тут Фарид Рифович сообщил о том, что посевы погибли на 13 тысячах гектаров. Это немало. И тут вот уже появляются вот эти тревожные звоночки в области сельского хозяйства, потому что вот эти 13 тысяч гектаров придется списывать из активов и, естественно, вычитать из тех феерических успехов, которые нам обещает принести по осени министр сельского хозяйства. Четвертый доклад оперативного совещания был центральным докладом. Он также был коллективным. Было три содокладчика, но первым и главным докладчиком был Тажидинов Илшат Азаматович. И доклад этот был о ходе реализации национальных проектов в Республике Башкортостан. Напомню, что национальные проекты – это порождение выборов последних или предпоследних выборов Владимира Путина. После избрания в очередной раз на пост президента Российской Федерации Путин декларировал о том, что теперь экономическая жизнь будет у нас развиваться через национальные проекты. Отцом-основателем этих национальных проектов был Андрей Белоусов. Серый кардинал российской экономики, весьма неоднозначная фигура. Ну, так или иначе, эти национальные проекты тяжким бременем легли на регионы. И вот, как метко заметил Радий Фаритович, национальные проекты никто не отменял. Соответственно, надо периодически отчитываться об их исполнении. В этот раз это было поручено сделать Тажидинову. И это тоже довольно-таки примечательно. Потому что, судя по всему, в правительстве решили все проблемы с экономикой как-то немножко адресовать тем, кто в них хоть сколько-нибудь виноват. И в данном случае это, конечно же, Илшат Азаматович. Надо сказать, что сами по себе национальные проекты – это чрезвычайно сложные экономические структуры, понимание механизмов, в которых, ну, недоступны рядовому пользователю, людям без особой и специфической экономической подготовки. И тут Илшат Азаматович, конечно, этим вовсю воспользовался. Сам по себе его доклад носил исключительно декларативный, статистический характер. Из доклада не было понятно, насколько Башкирия справляется или не справляется с порученными задачами. Но по некоторым признакам кое-что, конечно, понять можно было. Начнем с того, что Илшат Азаматович задекларировал то, что существует 207 параметров исполнения национальных проектов, из которых Башкирия выполнила уже 19. Однако Илшат Азаматович умолчал о том, что по пяти параметрам Башкортостан находится в красной зоне. Вот об этом Тажединов просто ничего не сказал. Я не знаю, известно ли это тем, кто воспринимал его доклад из числа участников совещания. Наверняка об этом знают и Назаров, и Хабиров. Но для красного словца красную зону Тажединов решил не упоминать. Общий финансовый объем национальных проектов на территории республики задекларирован в размере 31 миллиарда рублей, из которых 20 миллиардов рублей – это федеральные деньги. Для сравнения скажу, что в целом по Волскому федеральному округу это 275 миллиардов рублей, а, например, в республике Татарстан – это всего 25 миллиардов рублей. Кассовое исполнение национальных проектов в республике Башкортостан на данный момент весьма скромное – всего 20%. Однако Илшат Азаматович клятвенно заверил, что к концу года он достигнет 100% освоения всех средств. Но тут, как говорится, я не сомневаюсь нисколько. Наилучшим освоением денег могут сейчас похвастаться проекты «Демография» на 3 миллиарда рублей, «Культура», «Малое и среднее предпринимательство». Особенно смешно, конечно, было слышать об успехах нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в республике Башкортостан, учитывая, что именно республика Башкортостан занимает последнее место в Российской Федерации по количеству субъектов «Малого и среднего предпринимательства» и по числу занятых в этой сфере. Илшат Азаматович выдал цифровые и количественные показатели, судя по всему, в надежде, что никто не будет вчитываться и всматриваться в те цифры, которые он показывал на экране. Кроме всего прочего, показывал он их очень кратко, и надо было делать стоп-кадр, чтобы понять, что же там происходит. Но, как говорится, ищущий да обрящат. Я, например, для себя отметил, что на проект «Наука» запланировано истратить аж целых 10 миллионов рублей на всю республику и на весь год, и уже потрачено аж целых 2,5 миллиона рублей. Но это примерно столько же, сколько обычно тратит Илшат Азаматович на рядовой обыкновенный банкет в правительстве, в котором он работает. Это в три раза меньше, чем истрачено, например, на замечательный служебный автомобиль под номером 005 для Ростислава Мурзагулова. Также с тревогой отмечу, что на проект «Безопасные и качественные дороги» выделены средства в размере 6,9 миллиарда рублей, а вот освоено на данный момент всего 10% этих денег, 690 миллионов. Это действительно тревожно, потому что, ну, в общем-то, прошло почти полгода, освоено всего 10%, а впереди у нас существенная часть холодного периода в этом году, когда нормальной работы вести нельзя, а освоено всего 10%. Тем не менее, оптимизм Илшата Азаматовича был неумолим, и он продолжал дальше. Завершая свое выступление, Илшат Азаматович все-таки удосужился сообщить нам хоть какие-то конкретные точки, куда направлены эти безумные миллиарды. В частности, это 62 объекта капитального строительства, среди которых 20 детсадов, 6 школ, пристрой к хирургическому комплексу онкодиспансера, 13 капитальных ФАПов, а также социально-культурные объекты в городах Янаул и Сибай. Ну, собственно, это довольно-таки упрощенный, на самом деле, список того, на что будут потрачены эти деньги, потому что огромная часть сумм, выделяемых на нацпроекты, идут на всевозможные закупки не очень контролируемых предметов и объектов. Соответственно, вот эти вот объекты капитального строительства являются только вершиной азберга среди этих затрат. Доклад Тажетдинова Хабиров прокомментировал кратко и абстрактно. Дословно это звучало так. Неплохо работаем в этой части. Будучи с докладчиком Тажетдинова, по этому же вопросу, министр образования Республики Башкортостан Айбулат Хажин практически повторил то, что сказал уже Тажетдинов. Он сообщил о том, что в рамках деятельности его ведомства есть 22 ключевых показателя, и все они, как он выразился, в пределах достижимости. Что общий объем финансов, которые крутятся в этой области относительно его министерства, это 1 миллиард 617 миллионов рублей. И что 101 школа должна получить дополнительное оборудование, 6 школ будет построено. Также Айбулат Хажин упомянул о мобильных технопарках Кванториум, загадочная и непонятная трата денег, и Центре цифрового образования IT-куб, а также 13 мастерских профобразования, на которые, собственно, и пойдут вот эти немалые деньги, которые выделило федеральное и республиканское правительство Министерства образования. Значительно более примечательным и содержательным был содоклад по тому же вопросу министра молодежи и спорта Хабибова Руслана Тагировича. Руслан Тагирович поведал нам, что социальная активность – это основная цель развития добровольчества в республике Башкортостан. Начал вообще свой доклад вот с этого неожиданного заявления, прямо скажем, не бесспорного. Вообще вот это волонтерство и добровольчество стало какой-то спасительной лошадкой, на которой можно кататься и качаться теперь всем министрам без разбора. Это очень удобный способ имитации бурной деятельности, очень удобно отчитываться, никто ничего не может проверить, а списывать можно колоссальные средства. Так вот, господин Хабибов поведал нам о том, что все показатели в этой области он уже достиг, то есть можно вообще дальше не работать оставшиеся полгода, а также он поведал о своих планах до 2024 года. К этому заветному 2024 году Руслан Тагирович грозится вовлечь в добровольчество 20% населения республики Башкортостан. Каждый пятый житель республики хочет этого или не хочет, будет вовлечен в какую-нибудь разновидность добровольчества. Руслан Тагирович неумолим и, судя по всему, потребует колоссальных средств на этот грандиозный проект, потому что, насколько мне известно, подобный процент населения вовлечь в добровольчество не удалось еще пока никому на планете Земля, но Руслан Тагирович будет к этому стремиться. И еще более зловещие планы у Руслана Тагировича Хабибова в отношении молодежи республики Башкортостан. К 2024 году он планирует вовлечь 45% молодежи в творческую деятельность. Что бы это ни значило, но Руслан Тагирович заявляет о своих грандиозных планах. К слову сказать, на данный момент, по данным того же самого Хабибова, в эту загадочную творческую деятельность вовлечено всего 8% молодежи. Ну и вовсе уж 70% студентов собрался господин Хабибов вовлечь в некое клубное студенческое движение. Остается непонятным, в какие разновидности клубов 70% студентов должны будут попасть, по мнению господина Хабибова. Однако, я полагаю, что если расширить перечень и параметры этих клубов, то можно считать, что этот нацпроект тоже выполнен, потому что, несомненно, около 70% студентов какие-нибудь клубы допосещают. А дальше господин Хабибов рассказал, как у него на самом деле сейчас все обстоит с волонтерством и добровольчеством. Вот это уже было не смешно и во многом пугающе или отвратительно. Он сообщил нам, что на данный момент у него действует 5000 добровольцев на всю республику, а добиться он хочет 800 тысяч добровольцев на республику. 200 тысяч человек уже получили так или иначе помощь от этих добровольцев и волонтеров, и все эти добровольцы и волонтеры работают под эгидой «Единой России». Я не понимаю, почему бы их автоматически не принимать в ряды этой партии, но, наверное, на самом деле не все волонтеры, кем бы они ни являлись, являются сторонниками партии «Единой России», как бы старательно это не пытались преподносить Хабибов и Ахмадинуру. Далее Хабибов презентовал некий имиджевый проект под названием «Добро in Bashkortostan» на английском языке, хотя это не вполне, наверное, английский язык. В английском языке нет слова «добро», которое пишется латинскими буквами. И я вздрогнул. Вообще, я искренне полагал, что проект «Терра-Башкирия» будет последним вот этим графическим ужасом, который накрыл нашу малообразованную территорию, но, оказывается, нет предела совершенства. И теперь вот эти блеклые цвета и косое написание фразы на непонятном языке, пожалуй, что займет первое место на пьедестале абсурда и бреда в области освоения денег по части всяких имиджевых разработок. Но, тем не менее, господин Хабибов настойчиво презентует нам это «Добро in Bashkortostan». Кроме всего прочего, господин Хабибов чрезвычайно возгордился тем, что он первым в Российской Федерации застраховал всех своих волонтеров в одной из страховых компаний, и застраховал он их от заболевания COVID-19. Что, наверное, неплохо, хотя не факт, что поможет, потому что, ну, в конце концов, если они заболеют, их все равно будут лечить бесплатно. Но завершил свой доклад господин Хабибов сообщением о том, что запущен проект «Волонтеры Конституции». И вот это, на самом деле, никакого отношения ни к волонтерству, ни к благотворительности, ни к помощи населения не имеет. 3300 человек по необъяснимым мотивам будут агитировать, голосовать за поправки к Конституции. И, собственно, наверное, это и есть основной смысл всего ажиотажа вокруг волонтерского движения в Республике Башкортостан. Впрочем, Хабирову все это очень понравилось. Он повелел, дал поручение Андрею Геннадьевичу Назарову найти хорошее, годное помещение для создания дома волонтера. Причем помещение должно быть приличным, а не где-нибудь на задворках. С кафе, с баром, со спортивным залом и так далее. Вот таким образом, значит, у нас будет развиваться волонтерское движение в Республике Башкортостан. Пятым завершающим докладом оперативного совещания был доклад об инвестиционном рейтинге муниципалитетов Республики Башкортостан. Доклад делал вице-премьер правительства Муратов Рустам Хамитович, курирующий Министерство экономики. Собственно, доклад носил исключительно статистический характер, но в отличие от доклада Тажетдинова, доклад Муратова был предельно понятным и нес информацию, над которой можно было задуматься сходом. В частности, сравнивая 2019 и 2020 год, господин Муратов дал нам понять, что если в 2019 году в 42 муниципальных объединениях инвестиции в основной капитал росли, то в 2020 году, по крайней мере, в период, который можно было обозреть, осталось только 26 муниципальных образований, в которых рост инвестиций в основной капитал продолжился. В 16 муниципальных образованиях в 2020 году он снижался, в 11 муниципальных образованиях этот капитал увеличивался по сравнению к 2019 году, и в 9 муниципальных образованиях этот основной капитал снижается уже более двух лет. Ну, собственно, система мониторинга, которая выстроилась в Республике Башкортостан, дает сейчас возможность достаточно быстро и оперативно понимать вот эти процессы, а именно показатель роста или падения инвестиций в основной капитал является основным показателем инвестиционного рейтинга территории. Собственно, речь идет о том, вкладываются или не вкладываются деньги в средства производства. То есть, вспоминая теорию Карла Маркса, которую, собственно, никто и не отменял, несмотря на отмену социализма на нашей территории, мы понимаем, что именно инвестиции в основной капитал, именно вложение денежных средств в средства производства является основным показателем инвестиций. Хабиров выслушал доклад Муратова. как-то очень сумбурно на него среагировал, ну, по крайней мере, с фразеологической точки зрения. Обращаясь к Сидякину, он произнес следующую фразу, которую я процитирую дословно. «Вы прогнозы посчитайте, что с коронавирусом, что и как?» Помолчав, потом добавил, «надо собраться с главами и пообщаться. Меня смущает, что в некоторых муниципальных объединениях более двух лет снижаются инвестиции». Конец цитаты. Завершил оперативное совещание ради Хабиров и вовсе тремя колоссальными, совершенно неожиданными заявлениями. Первое из них я позволю себе процитировать. «Нам надо в похоронное дело залезть», – неожиданно заявил Хабиров, – «посмотреть, что там с ценообразованием, а то там как-то все тяп-ляп». Ну, вот, честно говоря, ничего подобного я вот вовсе не ожидал. Я думал, может, там что-нибудь про инвестиции поговорим, или про каких-нибудь волонтеров, или хотя бы с днем рождения кого-нибудь поздравим. Но абсолютно без объявления войны Хабиров сообщил игрокам похоронного бизнеса, что теперь взор правительства и его команды обращен на эту сферу экономики. И, в общем, как говорится, спасайся, кто может. Не могу объяснить вообще вот столь резкого поворота в интересах дорогого Радия Фаритовича. Ну, как говорится уж, ладно, там какие-то дороги, там детское питание, что они там еще освоили, еще там целый ряд отраслей промышленности и экономики. Ну, господи, ну чем уж им похоронное дело-то не угодило. Дальше стало еще веселее. Радий Фаритович затронул тему, которая тщательнейшим образом избегалась на протяжении всего последнего совещания. Хабиров сообщил нам, что он опрашивает глав о том, что же у них самое плохое в районе. И все главы отвечают – дороги. Ну, удивительно, что главы, как сказать, не цитировали эту великую цитату целиком. То есть, ну, дураки у них тоже наверняка водятся в районах, но самое страшное в районах – это дороги. Учитывая, что главная проблема повсеместна – это дороги, Хабиров повелел объявить следующий год годом дорог. Ну, это совсем будет весело, в общем, держитесь. И третьим сенсационным заявлением ради Хабирова стало заявление о том, что в конце июня он планирует провести огромный, большой, международный, а может быть и межпланетный урбанистический форум в Уфе. Тут я уж совсем не понял. Тут, как в том знаменитом стихотворении, тут и сел старик. Собственно, с чем была связана подобная инициатива? У нас что, мало форумов было? Или июнь в плане пандемии – самый удобный месяц для приглашения гостей? Или у нас город расцвел так, что можно здесь уже начинать хвастаться? Тем не менее, Хабиров был неумолим и поручил Ульфату Мансуровичу подготовить парк Журавли и набережную к показу дорогим гостям. Судя по всему, изголодалось наше правительство по каким-то этим сабантуемым форумам. В общем, в конце июня грядет огромный, большой, международный урбанистический форум в Уфе. Я надеюсь, что участникам этого форума удастся посмотреть место строительства Андрея Носкова на улице Шата Руставели. Им удастся посмотреть Миловский парк, Серебряный ручей и прочие выдающиеся урбанистические решения, которыми изобилует наш город. Потому что парк Журавли и вот эта непонятная страшная набережная, в основном предназначенная для причаливания океанских лайнеров, это не самое красивое, что есть в Республике Башкортостан и в Уфе.